Здравствуйте, меня зовут Брайан Уитмор, в эфире программа «Вертикаль у власти». Забудьте о битве между телевизором и холодильником. В России идет битва между телевизором и газетой. Возьмем, например, Якутск-Вечерний, маленькую отважную газету из республики Саха, которая, по сути, рекомендует читателям не смотреть телевизор. Программа телепередачи, опубликованная в газете, предваряется следующим предупреждением. Будьте осторожны. В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в этом замечены телеканалы НТВ и Россия. В марте на НТВ была показана программа, обвиняющая Якутск-Вечерний и другие газеты, в том, что они работают на Госдепартамент США. Тысячи пользователей Фейсбука и Твиттера опубликовали фотографии этого предупреждения на своих страничках. Или другой пример. Публичная дрязга между главным редактором газеты «Московский комиссионолец» Павлом Гусевым и любимым пропагандистом Кремля Дмитрием Киселевым. В своей колонке, опубликованной на прошлой неделе, Гусев назвал Киселева сексотом и негодяем, а также глупым и ограниченным провокатором. Причиной публичного выяснения отношений двух медиа тяжеловесов встала достоверность, точнее ее отсутствие, Киселевской новостной программы «Вести недели». Все это вселяет некоторые надежды. Несмотря на сплошную пропаганду на российском радио и телевидении, несмотря на все усилия Кремля навязать свою точку зрения и подавить любое инакомыслие, в СМИ все равно остаются участки правды и рациональности. Иногда это небольшая оригинальная газетенка, иногда старое и широко известное столичное издание. Возможно, все не так печально, как может показаться. Вы можете оставить комментарии на страничке программы в Твиттере и Фейсбуке. Меня зовут Брайан Уитмор. Это была программа «Вертикаль власти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова